Добрый вечер! Андрей Михайлович, если позвольте, первый вопрос к вам. Мы сегодня уже говорили об этой некрасивой истории, связанной с исчезновением тела в морге. И руководство морга ссылается, что проблема возникла как раз из-за неисполнения федерального закона и незахоронения так называемых безродных тел. Как ситуация решается? Ну, скажу так, на сегодняшний момент ситуация разрешена. Значит, почему она произошла? Ну, это надо спросить руководство морга. Почему я так заявляю? Потому что для того, чтобы нам производить какие-то действия по вывозу, нам нужна обыкновенная информация в виде заявки, заявлений, чего угодно. Долго этот вопрос не могли решить. Я должен иметь основание, как директора муниципального предприятия, направлять туда машину. Буквально сегодня поступила от руководства морга нам заявка на все количество. И я думаю, что в течение 10 дней мы этот вопрос вообще закроем. И впредь такого, я думаю, не повторится. То есть 10 дней ситуация... Ко абсолютно наладится. Андрей Викторович, а по вашему мнению, вот многие говорят, что такое определенный сигнал, потому что говорили, что и возможности у муниципального предприятия нет. Вот вы, как председатель попечительского совета, который недавно создан, как вообще в целом оцениваете, если кратко, ситуацию в муниципальном предприятии? Ну, в целом предприятие находится в достаточно сложной ситуации. На сегодняшний день составлен план мероприятий по выводу ситуации из... по выводу предприятия из данной ситуации. И я считаю, что делаются правильные шаги, есть определенные успехи, есть наработки. Я считаю, что новый руководитель вполне должен с этим справиться. Андрей Михайлович, ну давайте тогда поделитесь. Вот вас назначили 11 октября на эту должность решением городского совета. Можете оценить, каким было финансовое состояние предприятия до вашего прихода и какое оно сейчас? И что стало лучше? Ну давайте начнем с того, что на предприятие я пришел 9 августа. В качестве заместителя руководителя по производственной части 15 августа я стал исполнять обязанности. Ситуация была следующего. Значит, самое главное, что сразу определяет предприятие, это подготовка к зиме. Мероприятия все были сорваны абсолютно. Котельная была не готова, потому что у нас своя котельная. Приобретаем уголь и топим свои здания. Значит, котлы были не готовы, труба была упавшая. Вот это первая задача, с которой мы столкнулись. Благодаря департаменту городского хозяйства, в частности Тетенкову Игору Петровичу, вот этот момент был решен очень оперативно. Мы нормально вошли в зиму. Следующий момент. Те павильоны, ларьки, которые принадлежат муниципальному предприятию, они бездействовали. То есть они были просто-напросто закрыты. Значит, они были открыты, поставлены продавщицы. Был открыт цветочный цех, чтобы была своя продукция. Напитали эти места своей продукцией, стали продавать. Плюс к этому, за буквально месяц мы смогли восстановить работу каменно-тесного цеха. То есть стали принимать заказы на памятники. Значит, проблема у нас возникла небольшая с определенными долгами. Но мы разработали предложение по ликвидации данной задолженности. Извините, что я перебиваю. Насколько я понимаю ситуацию сейчас, а счета предприятия арестованы? Да. У вас сейчас по обновленной информации от службы судебных приставов 10,5 миллионов рублей за должности перед фондом соцстраха, налоговой инспекцией, налоговой службой и пенсионным фондом. Есть такой момент, но он связан с чем? Не с нынешним состоянием предприятия. Это немножко тема до. Вот если мы разделим сейчас предприятие и предприятие в прошлом. Это вот эхо той деятельности, которая была до нас. Ничего в этом такого глобального и не такое, что можно не исправить, я не вижу. Вот, потому что, ну, как вам сказать, предприятие живое. Люди-то не тунеятся, не все работяги. Цеха работают. Текущие налоги мы начали платить с сентября месяца. Налоги не платили. Если у вас счета арестованы, их же с счетов перечисляют? Или у вас появились другие счета? У нас счета арестованы, но деньги за то, что мы делаем, мы одну часть возим и сами платим в банк, а вторую часть вот за безродников, за захоронение, нам прямо кидают на счет, они идут на погашение. Прямо этот счет, который арестован. Андрей Викторович, вам вопрос, вот Андрей Михайлович говорил, что вот было до, было после. Но я же правильно понимаю, что и до, и после за финансово-хозяйственное состояние предприятия отвечал и отвечает департамент городского хозяйства. Совершенно точно. А почему тогда, вот тогда возникла ситуация, о которой Андрей Михайлович говорит? Ну, это долгая история. Городской совет весь прошлый год над ней разбирался. Мы получали многочисленные жалобы, городской совет был просто втянут в эту ситуацию. Была ситуация, когда мы долгий период времени не могли там поменять директора. Действительно шла просто там юридическая война и все возможное делалось для того, чтобы этого не произошло. Но, к сожалению, не к сожалению, а к счастью на сегодняшний момент ситуацию эту победили. Да, в какой-то период времени она была запущена, но сейчас я считаю, что предприятие вышло на рост. Андрей Михайлович, тоже для понимания. Вот на прошлой неделе в адрес главы города поступило обращение профсоюзного комитета вашего предприятия, где состояние предприятия было оценено как предбанкротное. Более того, тот же самый представитель профсоюзов говорил, что первое, что вы сделали, вы уволили в свое время 15 человек, это 10% от всей штатной численности. Нет, ну, во-первых, штатная численность у нас 154 человека. Ну вот, 15 уволили, это 10%. Да, это во-первых. Значит, на мой приход у нас по факту в наличии находилось 98 человек. Вот, то есть у нас уже тогда, на тот период, отсутствовало определенное количество людей. Значит, что было предпринято? Были убраны агенты, это люди, которые принимают заказы в определенное время. Почему? Потому что они работали до 50% в одном предприятии, на полставки у нас здесь. Им было предложено, вы или переходите сюда, или принимайте какое-то решение. Все ушли. Ну, они ушли, у нас агентов не стало. Дальше было предложено главному инженеру Ковалеву, предложение ему было сделано в качестве того, что давай начинаем работать или что. Но с него был спрос, почему не подготовлено предприятие к зиме. Ничего разумительного данный человек не мог сказать, потому что согласен на то, что нету денег. Но, извините меня, в наше время, я не думаю, что в каком-то государственном предприятии есть лишние деньги. Если есть деньги, тогда и не надо помощников. Просто по щелчку пальца заплатил деньги, тебе все сделают. Надо же искать какие-то другие варианты. И они же были найдены. Предприятие на сегодняшний день с теплом. Ну, а, кстати, вот тоже уточнение. Если я правильно понимаю, вы, как муниципальное предприятие, обязаны соблюдать процедуру госзакупок? Конечно. Да. И вот последняя ваша закупка – это март 2016 года. Конечно. Вот уголь и все остальное вы за счет чего покупали и как покупали? Мы, значит, уголь мы берем следующим образом. Мы заключаем договора на сумму не больше 30 тысяч на сегодняшний день. Потому что рынок угольный, он говорит о том, что если мы будем брать где-то в других местах, или уголь будет некачественный, или цены будут выше. Нас уже проверяли по этому вопросу, что древесина у нас, что уголь у нас, а они ниже рыночные. То есть вы нашли способ обхода закона? Ну, мы его не обходим, мы его не нарушаем просто-напросто. Это форма такая, но она вполне допустимая. Про предбанкротное состояние и заявление профсоюзного комитета. Есть ли вероятность, что предприятия могут признать банкротом? Слушайте, ну... Можно я отвечу на этот вопрос? Пожалуйста. Дело в том, что это не первое заявление, которое поступило в сентябре. Было подобного рода заявление. Выезжала рабочая группа из депутатов городского совета под председательством председателя городского совета. Мы встречались с коллективом, задавались вопросы, и ни один факт из того обращения первичного не подтвердился. Более того, значит, вместе с коллективом обсуждался вообще план мероприятий по выводу предприятия. И я должен сказать, что коллектив очень позитивно отреагировал и в том числе выдвигал и свои предложения. То есть никакого предбанкротного состояния нет, предприятие будет работать? На предприятии обязаны работать. Вы просто не верили там этих людей. Там же всё есть для того, чтобы люди работали. Там же люди, они способны это предприятие вытащить. Ну просто нужно немножко времени и всё, и терпения. Больше ничего. А скажите, вот из таких ещё успехов пишет нам Екатерина, которая является сотрудником вашего предприятия, говорит, что именно вы её сегодня уволили, предложив написать заявление по собственному желанию. Кого-то уволяли сегодня? Ну сегодня просто я подписал приказ, об этом я хотел сказать, но вот раз получилось так, они у нас работали в столовой, то есть у нас там было столовая, где мы проводили, как это сказать-то правильно, обеды. Обеды. Поминальные обеды, да. Вот, значит, из Санопинстанции нам поступило предупреждение о том, что нам надо сначала там навести порядок и после этого там это использовать. Вот, поэтому это всё, понимаете, складывается в то, что непрофильное производство мы будем вынуждены как-то убирать. То есть столовая, она не является ритуальными услугами, по большому смыслу слова. Мы будем стараться сохранить те производственные места, которые действительно занимаются ритуальными услугами. Входят в тот муниципальный заказ, который мы обязаны и будем выполнять. У нас заканчивается, к сожалению, эфирное время. Хотелось бы сказать спасибо нашим гостям. Единственное, Андрей Михайлович, заключительный вопрос к вам. Известно, и эта информация подтверждена из нескольких источников, что вы написали заявление об увольнении в ваш последний рабочий день 20 декабря. Так ли это? Возвращаюсь к тому, что я сказал. Вы людей наших, посмотрите, как от них можно уйти? От этих людей. Ну как? Вот они придут, соберут собрание и скажут, иди, Архипов, и я уйду. Вот такое оптимистичное видение и нынешней ситуации, и будущей от наших гостей. Как сложится ситуация дальше, покажет время.